Библиотека, волшебник в мире книг живет, все для читателей найдет. В библиотеку мы идем, как в свой родной, любимый дом. Кто мечтает? Вы мечтаете. Хорошо. Вот сегодня мы проверим, какие вы в будущем будете библиотеками. Вот что вы знаете? Книги из чего? Из дерева. Ну вот из чего человек мог? Вот где жил человек, там, наверное, он и брал материал и делал какие-то записи, да? Но до появления первых книг человек трижды изобрел колесо. Раньше эта профессия была очень-очень уважаема. И самое интересное, что библиотеками могли быть только мужчины. А почему? Как вы думаете? Не знаю, что... Как вы думаете? Могут брать книгу. Нет. Почему только мужчины могли быть библиотекарями? А не окрепляли? Нет. Не работали. Вот так. А раз они не умели ни читать, ни писать, то, естественно, они и не могли быть библиотекарями. Библиотекарями. Только мужчин. Мужчин. Да. Обучали только мужчин. Вот так вот. Так вот. В былые времена профессия была очень уважаема. Библиотекарями в свое время работали такие известные люди, как математик Николай Лобачевский. Писатель Владимир Адуевский. А что он написал? Дородок Табакерки. Помните? Кто-то читал и ложе? Да. Хорошо. Вас написится, и вам трылов. Ну, хотя бы пасню вспомните. Нет. Лиса и вороны. Лиса и вороны. Правильно. А еще лисица и виноград. Да? Потому что он высоко висел. Шутка и лебедь. Лебедь. Да, да. А еще квартет, да? Родилась в 1961 году. И у нее, он был тогда отделом, и фонд всего составлял 7000 экземпляров. Потом было выделено помещение, состоящее из абонемента читального зала и хранения. Постепенно, вот у нас уже, это уже помещение, это уже на моей памяти оно третье. То есть мы уже переезжали несколько раз. Так вот, сейчас у нас библиотека очень большая, книг очень много. Ну, и как вы сами понимаете, библиотекарь должен очень много знать. Да? Точно? Да. Замечательно. Итак, а вы много знаете? Нет. Немного. А как вы думаете, а что должен знать библиотекарь? Авторы. Замечательно. Вот вы говорите, авторы. У нас идет прогресс, да? И поэтому библиотекарь знать должен не только книги, но и? Авторы. Нет. Книги. Языки других стран. Нет. Не обязательно. Ну, вообще, в принципе, надо бы знать английский язык. Ну, для себя. Должен знать, как зовут книги? Не только. Не только он должен знать о книгах, об авторах. Не только знать о каких-то темах, допустим, где их найти. Допустим, о каких-то птицах и так далее. Но он еще должен знать что? Он должен уметь читать. Допустим, к вам пришел читатель и спрашивает у вас. Дайте мне, пожалуйста, приключения Тома Сойера. Куда вы пойдете искать? На детстве библиотекарь. В библиотекарь. Вы сидите. Дальше что? Мы поискать подъем. Куда вы не нужно? Не надо подниматься никуда. Вы сидите там, за столом. Вы библиотекарь. Пожалуйста, я не помню, кто автор. Ну, дайте мне, пожалуйста, волшебник изумрудного города. И что получается? Кто из вас, любитель Алиска? Только он не кто написал. Написал Александр Волков. Хорошо. Пришел к вам читатель и спрашивает. Дайте мне, пожалуйста, золотой ключик и приключения Буратино. Толстой. Алексей Толстой. Правильно. Хорошо. Хорошо. Кто написал? У Пушкина всего пять сказок. Чурковский. Чурковский. Правильно. У Пушкина всего пять сказок. Давайте вспомним, чтобы потом не причастить это Пушкин. Стаска о рыбаке и рыбке. Стаска о мертвых царевне и семи богатырях. Две. Что? От царя Султане. От царя Султане. Третья. Дальше. От золотой петушке. Правильно. От золотой петушке. Еще одна. Последняя. Последняя сказка. Нет. Никаких папок пьешь, что он не писал. Последняя сказка о папе и работнике его балде. Остальные сказки принадлежат не ему. Понятно? Сейчас на стол. А вы должны будете подойти и разобрать это все. Собрать все. Все герои. Договорились? Ну давайте на полу, если хотите. Пожалуйста. У него полоска в спинках. Хвостик легкий, как пушинка. Все запасы, как в сундук, прячут в дупло. Верно. В лесу зимой холодный, ходит злой голодный. Он зубами щел. Это серый волк. Да. Лесом катится клубок. У него колючий бом. Ежи. Ежи. Верно. А может, наслушаем сначала? Моют в речке свою пищу, чтобы она была почище. Ежи. Да, верно. Молодец. Что за зверь лесной? Стал как столбик под сосной. Молодец. Молодец. Как по-моему? Олег. Олег. Верно. Верно. Нет. Олег. Лиса. Вот девочка. Вот девочка. Лиса. Зверь. 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 Интересует, чтобы мы пошли скорее домой. Да? У нас еще одна. Нет, подождите. То есть, библиотекарная ежи, только одно, скорее после меня и с работы. Да. Хорошо. Дальше что у вас? Интересует красота и спорт. Так, вы любите заниматься спортом и любите красоту? У нас еще одна. Верно. Замечательно. Очень хорошо. Итак, дальше. А вы что у нас любите? Спорт и книги. Вы любите читать? Да. Это основное чудо любого библиотекаря. Он должен любить книги и любить читать. Да? Молодцы. Так. Кто у вас? Горь. Спорт. Она любит книги. Какой вид спорта у вас увлекает? Футбол. 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 А в горе любят играть в футбол. Библиотекарь. Закончим рабочий день. Бежит быстрее на стадион, чтобы упоминать мячик. Замечательно. Мы любим читать и любить животных. Отлично. Хорошая черта. И читать, и любить животных. Это обязательно должно присутствовать у нас в каждом библиотекаре. Да? Мы любим качаться на качели. Мы любим качаться на качели. И нужно мастеризовать. Отлично. Вы на работе качаетесь на качели и рисуете одновременно. То есть вы мечтаете о такой библиотеке, да? А хорошо. Тоже самое видишь? Полина, ты веки и любишь. Короче, он любит отдать на качели и есть мороженое. Пока читатели не спрашивают эти вопросы, он есть мороженое, да?